Сегодня 17 апреля, это значит, что 6 лет назад Женя навсегда остался в наших сердцах и в нашей памяти. Это видео можно назвать дань уважения Евгению за все, что он сделал для нашего движа, для Спартака, для простых людей. Вспомним Евгения и пускай это видео останется в памяти у всех нас. Женя Нагат, ты навсегда с нами, мы тебя помним, братишка. Всегда открытый был, еще на закрепке. Нет, мы тебя сейчас открытым, там вот там уже. Мы же в вашей зале. А, мать, привет, привет, спасибо больше. Никита, привет, привет. Здорово. Больше счастья, что открытым, там вот там уже. Давай, Дребед, подходите. Ух, дядя, мы точно будем бабу обстреливать. Будешь бабу, и мама будет стрелять. Батарейчик, наверное, для... А, вот, наверное, батарейчики на... Тихо. О, Женька. Детский мед, антиреклама вам. Интересно, какое он в детстве был. Ну, понимаете, вы все мальчишки такие. Дома вы одни, но вы другие в школе трите. Ну, пару раз... Пару раз я была в школе, все хорошо, замечательно. Дома он был очень ответственный. Если он начинал делать порядок, значит, у него был порядок везде. Он занимался Настей. Я работала, он с ней уроки делал. Она же маленькая, тут вот там отвезти, привезти. Ну, как маленький мужичок. Женька был братом, ну, как сказать, хорошим. Он всегда за меня заступался. Всегда. Но стоило мне где-то косякнуть, я больше его боялась, чем мать, потому что я знала, что он лишит меня всего, чего можно было. Но я знала, что на него можно надеяться. Если меня кто-то обижал, я говорю, Жень, ну, сейчас прибьем. Он куда-то ходил на спортивной площадке. Он все-таки ходил куда-то, на стадион он был. И все это он смотрел, интересовался и домой приносил это все. Мы болеем за «Спартак». Каждый матч по телевизору мы смотрели все. Вот так было. А потом уже, когда стал старше, уже начал работать, создавая всю эту атрибутику. Очень ему интересно было это рисовать. Ну, так как в состоянии здоровья он не мог играть. Он раньше хотел очень играть. Ну, потом уже пошел в художество. Знаешь, есть такие люди в жизни, которые тебе и не друзья, и не родственники, и не братья. Короче, я не знаю, как это объяснить. Нагад был тем самым человеком, которому я не нашел объяснения, кто он мне. То есть это был настолько близкий, я не знаю, по духу человек. Не знаю, как, знаешь, типа, не знаю, там, все качества, которые я назвал. Брат, друг, семья, родня, там. Вот это все было в нем для меня. То есть мы с ним, наверное, мне было лет 14, мы с ним познакомились. Мы с ним очень много переписывались в Аське, но ни разу не виделись. Потом мы с ним переписывались ВКонтакте, обсуждали все, что связано с Спартаком. Он там ходил на футбол, когда я не ходил. Либо наоборот, друг другу писали, как футбол, как что. И знаешь, это было общение такое, ты приходил там со школы, да, там, садился, там, делал уроки. И быстрее включал Аську, потому что, ну, как бы родители не разрешали, там, пока уроки не сделаешь, за компом сидеть. И вот я заходил в Аську и ждал, что там будет, типа, в сети, там, или как зелененькое горело, не помню уже. И все. И мы с ним сразу, он мне сразу писал, о, бро, здорово, там, йоу, йоу. То есть у нас такое с ним было непринужденное общение, которое в итоге привело, ну, к такой, знаешь, бешеной братской любви. И которое потом вылилось в кучу, в кучу крутых проектов, в кучу крутых историй, в кучу крутых тусовок, в кучу, не знаю, крутых воспоминаний. В общем, я до сих пор не понимаю, кто он был для меня, но то, что это был человек, ну, какой-то святой для меня, это точно. Наверное, я могу сказать, если отвечать коротко, то жизнерадостно. То есть он, зная о своей болезни, о своем недуге, с которым он очень долго лечился, он действительно до последнего не унывал. Я помню, что когда вот у него уже было очень тяжелое положение, когда он был дома, мы к нему приезжали. И он просил меня привезти ему еду из Макдональдса, вот, при учете того, что у него был телеграм открыт и на телефоне, и на планшете. И мама все на планшете это видела, тему, типа. И у нас вот такая небольшая даже операция с ним была, что я, короче, должен привезти там какие-то продукты, типа, домой. А вот, а он угорает, давай, давай, там, типа, чтобы мамка не увидела. И вот эти какие-то маленькие приколы, понятно, что это какой-то частный случай, но он просто у меня, наверное, сильнее запомнился, потому что было в конце его жизни. Вот, он до последнего угорал, то есть он всегда веселился, всегда... Сам старался, чтобы вокруг него люди веселились. И если отвечать суперкоротко, но немного вот развернуто получилось, да, что Женек всегда от первого дня знакомства с ним и до последних его дней всегда был жизнерадостным. Он постоянно меня забирал, он со мной нянчился. Постоянно я с ним, то есть играли мы с ним. Тот же, та же самая приставка. У нас началась самая первая Сонька. Настя, давай, иди сюда, давай играть. Мы постоянно были вместе. Он остался для меня в памяти таким творческим человеком, который всегда стремился что-то сделать новое, который стремился улучшить постоянно что-то. Он такой идеалист по натуре. Он всегда добивался каких-то мелочей, качества в мелочах. Делал много для трибуны, делал много для магазина. Ну, как бы, таких людей очень мало. Вот, и, как бы, к сожалению, об его утрате, конечно. Мне кажется, он был разносторонний. И, знаете, такие есть люди, у которых творческая составляющая, она превалирует над какими-то там расчетами, над математическим складом ума. И у таких людей часто меняется фон, настроение. То есть человек часто может поймать какую-то волну и в зависимости от этой волны быть очень разным. То есть часто бывали моменты, когда мы там, не знаю, не разговаривали несколько дней. Чисто вот мы, находясь там в одном помещении, занимаясь одним делом, мы могли, не знаю, несколько дней просто проходить с ним друг друга, потому что мы о чем-то поспорили. В другие моменты мы могли, не знаю, там, три дня, три ночи жить в спортивном зале, там, не вылезая, там, вдвоем, троем, когда сколько народу там приезжало помогать что-то делать. И, ну, а-ля были такие душа в душу, да, что называется. И здесь, ну, бывают такие люди. То есть и это нормально, что человек, в первую очередь, он был человеком, да, наверное, потому что, ну, это хорошо, когда людям свойственно быть такими, чтобы их нельзя было охарактеризовать одним словом каким-то. Мы там периодически гуляли в парках, где-то в парке Горького, там, частенько зависали, ходили в бары. Он, в принципе, мне кажется, нас приучил к этому даже, что, пацаны, типа, время надо проводить круто и стильно, потому что у Жени было, наверное, какое-то невероятное чувство стиля, невероятное чувство прекрасного, благодаря чему создавались и огромное количество перформансов на наших стадионах, да, на стадионах, где играл «Спартак». Благодаря этому многие вещи выходили, в том числе в магазине «Фратри» или просто какой-то самодел, да, который он делал в свое время. Шарфы, опять-таки, классные эскизы для шарфов у него есть, у меня вот до сих пор есть шарфы, которые, эскизы, которых он делал. Вот, и он приучал нас к тому, что нужно быть стильным во всем, что нельзя носить черные носки, там, элементарно, да, то есть черные носки носят только кони, типа. Вот, и всегда, когда мы с ним куда-то ходили, блин, это был качественный отдых, то есть он был качественный, веселый, задорный, в общем-то, каким был сам Женя. То есть и он это чувство стиля и чувство прекрасного отдавал вокруг себя. Женя остался таким, наверное, чутким идеалистом, но максимально преданным вообще идее человеком, который чувствовал стиль, понимал, как это все должно выглядеть на трибуне, в глазах парней, которые будут смотреть, ну, то есть обычных, я имею в виду, болельщиков в глазах, парней, которые находятся внутри движухи. Понимал, что это, как это должно быть стильно, что действительно все должны ахнуть были с этого и, конечно же, с этой точки всегда, с эстетики. Эстетики он всегда уделял особое внимание, наверное, ну, максимальное, кто не встречал человека, который сейчас на сегодняшний день, там, вообще за все время, что я, там, я, там, в движении, чтобы также уделял какие-то детали, мелочам внимания и заострял на них какой-то, прям, отдельный какой-то акцент делал. Любой макет, там, дизайн-макет, он, там, условно, сбрасывает, как мне, там, на утверждение. Ну, там, посмотрел, ну, все, мне все нравится, условно говоря, там, я, там, отдаю, условно, его уже в производство, он мне, там, можешь написать через, там, два-три дня, типа, все, нет, не годится ничего, типа, давай, отзывай, все, это ерунда, я сейчас посмотрел, все, там, все, надо переделать, все переделал, сбрасывает, нет, а я даже не вижу ничего, что там, какие-то изменения есть. Я говорю, а в чем разница, ну, вот, там, вот здесь, что-то я, там, подвинул, здесь, тут подвинул, я говорю, ну, все, не вопрос, там, я уже его потом, как бы, стыковал с производством, он уже напрямую, там, с ними общался, потому что он, вот, эти нюансы, он, ну, постоянно, во-первых, мы, там, допустим, что касаемо работы, он, там, отпечатали его макет, он просит, как это выглядит на самом, да, на самой, допустим, футболке, если, там, допустим, он, там, смотрит, там, темнее, ничего не нравится, давайте все по-другому делать, там, едет сам на производство, там, начинает с ними, там, обсуждать, как лучше сделать, там, может, что-то поменять, вот, ну, то же самое с перфами, я помню, то есть, там, уже время, там, сроки поджимают, там, все, надо, надо, макет, он, там, не, не, все, сейчас я переделаю, сейчас я сделаю до конца, сейчас мне вот это все не нравится, все ерунда, или вообще все перерисует с нуля, просто, там, я просто не помню, уже, знаешь, конкретно, у меня просто как-то вот так вот, он так много всего делал, и там, и здесь, и, но в целом, можем, могло быть такое, что, там, знаешь, все, и макет для перфа перерисуется, там, в последний день, потому что, все, не годится никуда. Когда болезнь вот эта нагрянула, мы с ним стали вместе в одной команде, мам, посмотри, мама, съезди, мам, давай вот это, как ты думаешь, вот это, мне тяжело, мам, ты тут посмотри почту, там же был общий чат, где, что, ты туда съезди, съезди во Фратрию, мы как-то были вместе. Я как была, мам, посмотришь, футболка хорошая, нехорошая, постирай, как она линяет, не тянется, и я говорю, говно, мам, это говно, помнишь это слово, говно. Помойка, да, помойка, вот так все мы с ним и работали вместе. Вот Бая-Алячик, наоборот, стимул был работать ему больше, больше он и ночами не спал, все, работал, и, ну, конечно, ответственность он за всех брал, чтобы все было по полочкам. В офисе Фратри был период, когда Женя продавал даже билеты, он выполнял, как бы, такую функцию, это были несколько дней, чтобы не напрягать с его основной, как бы, скажем так, функцией, это вот все дизайнерство. Дизайнер во всех, как говорится, уровнях, это и, там, я не знаю, с магазином, и с фанатизмом, и вообще по любым вопросам всегда, в принципе, вот все, что касалось дизайнерства, это все было к Жене. Ну, естественно, все общение у нас зародилось, почему мы с ним вообще познакомились, был форум Фратрии, легендарный форум Фратрии на старом сайте, там были блоги, в этих блогах, у меня был блог свой, там, как-то, Янг Блог, у меня раньше был ник Янг, я делал видосы, я тогда еще не снимал с дорожек, я просто скачивал, короче, голы Спартака, что-то накладывал музыку, титры, и как раз он мне написал, потому что Женя творческий был человек, и он занимался как раз-таки, ну, графикой, тогда можно в то время назвать, графикой, и он мне написал, там, начал что-то советовать по видео, мы с ним как раз начали на этой теме общаться, потом мы с ним сделали совместный блог на Фратрии, назвали его Ультрас-блог, где мы писали вместе с Женей какие-то Ультрас-новости, короче, выкладывали в видео, Женя делал какие-то картинки, аватарки там всему форуму Фратрии, короче, делал, то есть он реально этим горел, ему нравилось уже на то время, что был какой-то стиль, просто мы тогда еще не смогли найти этот стиль, и, ну, естественно, все общение заворачивалось на том, что вот это Спартак, потому что для него Спартак, это, ну, реально, была вся жизнь. Я услышал о существовании Жени Нагата, когда ты мне позвонил, это была, по-моему, весна, лето какого-то 2009, наверное, года, когда ты позвонил, сказал, вот там есть такой парень, он там мой друг, и ему плохо, да, он там потерял ночью сознание, по-моему, у него была эпилепсия, и его увезли на скорой, нужно что-то делать, нужно что-то помогать, он там свой парень, мой друг, вот, и, ну, я хорошо помню этот день даже, я помню твой звонок, я помню, где я находился, при каких обстоятельствах, то есть мне так, ну, врезалась в память, и захотелось помочь после того, как вот именно услышал, наверное, в первую очередь от тебя, вот такую, типа, участвуюсь, да, то есть, ну, ты тоже такой, знаешь, обычно сам человек, типа, хи-хи-ха-ха, ну, вот, то есть, ну, такое, типа, ну, глубоко, как будто в людей не погружаешься, а здесь, ну, было видно, что это, ну, типа, близко тебя задело, и было, ну, в глубине души у тебя сидело, потому что это, ну, такие слова подбирал, вот, и я, ну, наверное, с твоих слов тоже решил в этом поучаствовать, поучаствовал тем, что тогда мы сделали первый такой некий ультра-аукцион на блогах Фратрии, и, наверное, за месяц до этого была такая шумная акция, когда мы сделали, типа, расстреляйте на всех, вот, и заводящие стояли в футболках с наручниками, ну, нарисованные маркерами на белой футболке, там, рисунок, типа, наручники, типа, свобода ультра, там, что-то такое, вот, и я эту футболку тоже, там, отдал на аукцион, что-то, там, с нее заработали какие-то, там, 10-20 тысяч. Когда первый раз собирали деньги Женьку на лечение еще тогда, да, вот, как-то получилось так, что я был одним из инициаторов на форуме Фратрии провести благотворительный аукцион. Ваня Катанаев, который активно помогал во всей этой истории семье Жени, назначил меня каким-то там администратором, и в итоге я управлял аукционом благотворительным. Люди приносили какие-то свои, там, значки, билеты, программки, шарфы, кто что мог, приносил. Мы выставляли это на благотворительный аукцион, и дальше уже Женьку оказалась какая-то помощь. В общем, никогда не забуду тот день, когда мы ехали на дачу с родителями, и мне позвонила, по-моему, то ли мама, да, мама, Сережа, здравствуй, это тетя Юля, мама Женя. Такая-такая ситуация произошла, в общем, у Жени ночью случился приступ, сейчас мы находимся в больнице. Рассказала, что дела не очень, как бы, хорошие, и, в общем, требовался большой сбор денег. Нужны были, короче, деньги. Моментально появилась новость на сайте, что нашему, там, другу Жене на ногату требуется, там, типа, операция, лечение, и нужны деньги. Деньги были большие, я, честно говоря, даже не понял. Ну, очень большие были деньги. Женя был в Бурденко. Нашлись люди, кто начал помогать, и он говорит, Серега, давай, ты езжай, я тебе буду кидать там адреса, ты езжай, знаете, адреса. Люди деньги давали в конвертах наличкой. Тогда, ну, еще карты так не сильно были распространены. Я ездил, у меня было в кармане 50 рублей на проезд, на метро, что стоило 25 рублей, я не помню, короче. Я где-то зайцем пробегал, и у меня были шорты с карманами. Я приезжал к людям, к взрослым людям, к разным, мне давали эти деньги. Я их привозил в Бурденко, еще ездил, забирал, привозил в Бурденко. И когда, то есть, Ваня считал эти деньги, то есть, там были суммы, там, 300 тысяч, там, 200 тысяч, да, то есть, я там, маленький бродяга с этими деньгами. Вот как-то вот первые дни вот так вот это все происходило. Когда увидела всю эту большую команду, тогда я поняла, что такое друзья, что такая помощь, реальная помощь. Сколько шло смс-ок со всей России. Помогали, писали, все это осталось. Помощь была очень огромная. Даже, помню, из Германии писали. Вот когда Женя заболел, поддержка была большая. Что такое значит красно-белое? Там писали ребята из Динамо, ЦСКА. Вот эти все. Вот и сербы написали. И материально они присылали. Не то, чтобы то, что красно-белое, Спартак. Все команды. Это очень, конечно, за душу. Утром мы плакали. На фоне всего этого, когда там первая помощь Женьку была оказана, он, я так понимаю, проявил инициативу выяснить, кто помогал во всей этой истории. И как-то кто-то, может быть, даже при их каком-то диалоге, кто-то как-то ему рассказал. Вот там еще есть такой человек, Вася. Вот. И на фоне этого мы как-то с ним там начали какое-то элементарное общение, которое переросло потом в большую дружбу. Знаешь, когда мы с ним первый раз еще встретились лично, мы с ним договорились на меру спортивное, пересечься в центре зала. Так было, как ты знаешь, волнительно, что ли. Типа ты там два года условно с чуваком переписываешься, да, там, как бы, ну, уже все темы с ним обсуждаешь, ты еще как бы школьник такой, для тебя ты какой-то уже крутой чувак. Я думаю, ничего себе, сейчас мы типа встретимся, и он типа, бля, типа легенда. Вот. И как-то вот так вот у нас с ним потом уже дружба пошла уже на новые рельсы встала, и дела его стали уже во Фратре становиться лучше, он начал делать больше. Ну, и дальше там уже все перетекло в ультрас историю, когда спартак начал развивать, фанат Спартак начали развивать именно историю ультры. Это конец как раз нулевых годов, начало десятых. Вот. И Женя уже плотно занимался развитием ультра с тематики, оформлением трибуны с ребятами, с Криксом, с Сашей Рыжим. И еще там был коллектив людей, которые вот они были головой, как бы, да, всего, что происходило у нас на трибуне. Помню первое наше знакомство с Женей, наверное, мне было, наверное, там лет 18, скорее всего. Это было банально, то есть я пришел там за билетами на Лигу Чемпионов, если не ошибаюсь, в 12-13 сезон, когда в Барселону, вот это все было. Тоже, да, там покупал билеты и стикеры, да, в принципе, запомнил. Вот. И, да, билеты там, то есть хотел, как и всех парней, хотел на Б-8 попасть, да, в самый эпицентр такой движухи, естественно, спросил, сколько выездов, сказал, как часто хожу на футбол, на такие стандартные вопросы из фанатской какой-то деятельности, да, как бы, было несколько, как такое, отчасти смущение, отчасти, не знаю, негодование, то есть, типа, при чем здесь это, да, я и так хочу, там, типа, увеличить количество выездов и походов на футбол. И, наверное, до конца не отдавал себе отчет, кто это вообще такой находится, что это за чувак там, который сидит, а потом уже впоследствии, конечно же, пришло понимание, кто это, кем он является. Таких людей сразу видно, вот, и в движи, ну, то есть, это неординарные люди совершенно, и, ну, поэтому он, как бы, был так заметен и сразу, как бы, всплыл на поверхность, скажем так, конечно, таких людей единицы. То есть, любое дело, за которое он брался, при условии, что ему это интересно, это очень редко было, что ему там что-то было прям суперинтересно, ну, коллектив друзей, как бы, он туда вкладывался максимально. Идеи, там, как поехать на выезд, не знаю, там, совместные выезда. Но я, знаешь, я знаю Женю с такой стороны, что его мама, да, когда узнавала, как мы там гудели и тусовались, она была в шоке. Так вот, когда он поехал первый раз на матч, мать об этом не знала. Он мне сказал, говорит, ты матери только не говори. Я говорю, а ты куда? Он говорит, я на футбол. Я говорю, меня с собой возьми. Он говорит, тебе там делать нет. Нет, нет, ты матери только не говори. Это, наверное, лет ему, наверное, сколько было? 17, наверное, лет так. Ну, как я помню, там, 15-17 лет. Вот, и он первый раз, наверное, ну, мне тогда казалось, что первый раз поехал на футбол и с фразой «Матери только не говори». И тогда, да, я узнала. Я тогда узнала тебя, вот, и всех уже остальных, что он фанат Спартака. Потом он сам начал появляться, приходить, проявлять какую-то инициативу с... Ну, он появился как парень, который делает какие-то шарфы, типа. Вот там что-то шарфики, что-то с вышивкой. И примерно они для меня были одинаковыми с таким парнем. Матвей еще был, тоже там, занимался шарфами, тоже вот. Как будто в какое-то время я вообще думал, что это один и тот же человек. Потом, ну, там, понятно, что разные люди в одно время пишут, вот. И, ну, Нагад тогда, что он сделал? Какие-то шарфы с вышивкой фратори, по-моему, там, белого цвета. Матвей сделал красного цвета шарфы, а Нагад белого. Вот, притащил их в офис, типа, и, ну, давай сделаем вот, ну, я сделал классную вещь, давай мы, типа, будем развивать эту тему. И Женя начал просто рисовать нам макеты разные, то есть брать, там, какие-то элементы с футболок, например, которые он, там, рисовал для магазина, да, там, в фратори-шоп. Вот, собственно, он начал подобрать элементы, вставлять их что-то, менять тексты какие-то, начал, пытал, там, ну, задал, да, там, движение такое нарисовать, такой, в casual стиль, да, там рисовать Popeye, там, в CP Company, там, например, или, там, в Стонн-Айленде. Вот это вообще культура такую, скажем, такая, более английского такого варианта. Вот, и поправлял, очень часто что-то советовал, рекомендовал, как, конечно, на тот момент все было максимально, так сказать, трушно и примитивно, да, ну, в том плане, что мы просто брали баллончики, с краской шли, там, на стены, на брошки или, там, на ЖД пути, и все. То есть это, там, впоследствии, да, там появились трафареты, проекторы, вот это все, наверное, кисточки, там, какие-то другие, там, элементы. А тогда вот было вот так. И, как бы, да, Женя советовал, постоянно что-то рекомендовал, как лучше, как, ну, как улучшить, усилить, скажем так, улучшить вообще наш скилл, да, там, смотреть какие-то фильмы, ролики, развивающие по этой тематике. У меня там несколько его почт, вот, я постоянно, как бы, читаю, там, наши переписки, там, ну, там, потому что много, он много чего делал, много всяких, там, дизайнов. И, ну, я иногда просто пересматриваю, там, за несколько лет, там, что еще он там рисовал, какие-то интересные вещи, какие-то интересные работы, вот, и, ну, на примет того, чтобы, может быть, что-то напечатать сейчас, потому что еще даже остались работы, которые мы еще даже не напечатали, потому что много всего делал, вот. Иногда что-то я нахожу, опять еще заново перелопачиваю, там, почту, иногда думал, блин, о, прикольный, прикольный дизайн, и надо было напечатать, то есть, условно. Женя нет уже шесть лет, допустим, там, некоторые дизайны, там, в том году вводили только, там, не знаю, в этом что-то будет еще, по-моему, вот. Поэтому, то есть, он у меня отдельно даже есть папка, там, ну, в почте Женя Нага, то есть, я, ну, то есть, он для меня постоянно, как бы, ну, то есть, как еще сотрудник, скажем так, потому что я его почту постоянно просматриваю, знаешь. Он так же делал, там, и с футболками, и с вещами, да, то есть, не секрет, что есть польская движуха, которая в плане мерча и в плане, там, каких-то принтов, она, там, на тот момент ускакала от нас, и можно было зайти и просто, там, сдирать, ну, один в один. Но это не было сделано, был, там, момент какого-то черпания вдохновения, вот. Мне кажется, здесь должны быть последователи, чтобы, ну, то есть, Нагат, ну, как я уже говорю, это, ну, в первую очередь, след, это не вклад, да, и Нагат оставил после себя, после себя знаменитый вот этот жесткий диск, да, и его вот этот жесткий диск, это такой, ну, некий, там, оставшийся вклад, да, вот он оставил, вот, пожалуйста, да. Но, опять же, как бы важнее идея, важнее идея, которая заключается в том, что, ну, ничего сложного нет в том, чтобы потратить время и сменить фокусы, подумать о том, что можно сделать не в лоб, а что можно сделать такое, чтобы это прикольно, ну, плохое слово продавалось, но, ну, ну, не в плане за деньги, да, а в плане того, что он, там, мне идеи, там, те же самые, он их продавал, вот. Продавал не за деньги, продавал, что давай мы это сделаем, да, вот. Я покупался на них, и все покупались, трибуны покупалась на них. В работе он был очень, это был максимализм просто вот полный. Мы очень часто вспоминали такие случаи, когда у нас только приходит какая-то, какая-то новая футболка с, там, новым дизайном, или, там, даже если это перевыпуск, неважно, но Женя сразу же выискивал там все точечки, палочки, все что угодно. Он находил, даже нам, казалось бы, в идеальных вещах, он находил какие-то недостатки. И, и ругался, поэтому, очень сильно ругался на всех. Ну, нельзя было зайти к нему в комнату, когда он начинал рисовать, потому что это сутки, он сидел за компьютером, ночами он сидел к нему, нельзя было заходить, он там психовал. Я говорю, когда я к нему обращалась, он говорит, не заходи, закрой дверь с той стороны. Вот, когда у него что-то там тоже не получалось, или что-то получалось, то, соответственно, когда он работал, я его старалась не трогать, потому что зачем человеку отвлекать, ну, или получать. Максимально запомнил тот момент, что, ну, очень часто это было повальное, знаете, там, как вот кони, там, рисуя, да, у них, там, ЦСКА, там, 4 буквы только, да, например. Впоследствии начали, там, торпедоны, насколько помню, вот это вот, в английский стиль, да, там, как бы, этот, сокращать название буквы, да, до 4-х. У нас, естественно, ФКСМ, СМФК это тоже появилось. Это какое-то время было-было, а потом Женя сказал, ну, тоже, да, как бы, ну, одна из мыслей, это в том числе его появилось. Ну, не только его, но, ну, как бы, он один из них был, кто вот толкал это в массы, что это непонятно для, ну, для обычного человека, это неясно, что это такое. Давайте делать так, там, Спартак, Спартак-Москва, Спартаковцы, Спартаковцы на выезде, ну, и так далее, тому подобное. То есть, все равно-то, как бы, повернул, так сказать, вот этот стрит-арт нашу граффити-движуху в сторону популяризации, развития и понятности для масс, вообще, для обычных болельщиков, чтобы люди понимали, где и кто это рисует. Таких людей, как Женя, наверное, немного. И тут надо, как бы, еще тоже понимать, смотря с какой точки зрения, да, рассматривать. Есть ли таких же, там, преданных, скажем так, делу, вот прям, ну, как бы, ты же сам понимаешь, что их единицы, да, потому что очень многие, ну, скажем так, на сто процентов не будут выкладываться, и иногда позволяют себе, там, каким-то, как это, скажем, расслабиться или еще что-то. Ответственных тоже не так много, потому что люди могут иногда на первый план поставить какие-то свои личные, там, дела или еще что-то. Женя, в этом плане, я думаю, что даже вот сейчас был бы он с нами, я думаю, вы прекрасно понимаете, что он отложил бы свои личные, и прекрасно там занимался какими-то делами, которые, скажем так, требуют его участия в данный момент. Я точно знаю, есть сейчас люди, которые занимаются ультрой, которые занимаются развитием красно-белого фанатизма, они, так скажем, смотрели, ну, они знали, кто чем занимается в движухе, и, как бы, многие Жене пытались подражать, и многие, как бы, росли на нем, взаимодействовали с ним, и, ну, до сегодняшних дней эти люди всегда вспоминают Женю и говорят о том, что если бы не Женя, если бы не Нагад, а если бы, там, не знаю, не те перфы, которые, там, прорисовывал Нагад, я бы, там, условно, не стал бы заниматься этим, этим или, там, или иным, и никогда бы, там, не знаю, не начал бы развиваться в движухе. Потому что, знаешь, всегда, когда есть люди, которые показывают тебе классный пример своими поступками и действиями, ты хочешь быть на них похожим. Прекрасно помню, да, образовался такой паблик, как «Стиль Севера», там, спустя год, ну, там, в 2016 году, там, спустя время, и это было одной из таких площадок, ну, в 2015-2016 годах, это площадок популяризации, как раз-таки повезения, да, фанатов, что, там, условно, наступают выходные, там, их бурно отметить, поехать на футбол, красиво, стильно, очень много людей, которые, ну, просто так же гоняли за «Спартак», там, выездали, ходили, просто сыпали директ, там, присылали фотографии, тоже хотели быть очень похожими. Это тоже какое-то, ну, скажем так, обучение ребят, да, которые просто ходили тоже на футбол, что-то вот, ну, в этой же степи, то есть, по сути, Евгений стал не просто вот дизайнером, который, да, там, делал макеты или, там, нас учил рисовать, он все равно это, вот этот стиль внес, как бы, в массы, по сути, образовал тем самым вектор, вектор то, что фанатизм все равно должен двигаться в таком casual пространстве, то есть, ну, можно очень заметить, да, как трибуна, да, там, реагировала первые, когда, там, появлялись old school and friends, например, да, они там приходили тоже, как в таком, в английском стиле casual, ну, все равно, да, такие уже бренды другие, или мы вспомним, да, там, какие-то нулевые года, когда, там, ходили люди, там, в зауженных штанах, кортезах, вот, и все как-то, ну, такое, как бы, казалось, что фанаты – это гопники, вот, этот стереотип, он был просто, был разрушен за пару лет, в том числе, благодаря Жене. Слушай, ну, если говорить о глобальных вещах, когда нагад перешел от идей с шарфами на что-то большое, то мне кажется, что это было, я писал об этом как раз неоднократно, там, у себя в соцсетях, что был такой переломный момент, ультразвежухи, матч с Челси, в 2000, не помню, 10, наверное, году, когда все пошло не так, то есть мы жили на рельсах старой фратрии, что надо делать во что бы то ни стало, большие перфы, блин, если какой-то матч мы что-то не сделаем, то это все, вот, что надо, вот, прям вся трибуна, чтобы она, вот, была участлива во всем этом, да, и мы, типа, ну, не тянули это, вот, и потом появился даже, типа, не Женя сначала, а появились Миша из БМ, появился Саня Рыжий, Фил Кудрявцев, ну, вот, и они, как будто первые, типа, зашли в офис, типа, блин, такие, Сань, давай подумаем, вот, что-то нам, ну, кажется, какая-то херня, и мы, типа, не туда идем, вот, есть какие-то примеры, вот, есть, давай заглянем, там, куда-то в Австрию, давай заглянем, там, швейцарский, там, этот, третий лифт Германии, вот, они делают вот так, так, ну, то есть, наверное, пошло все в первую очередь от них, с их подачи, да, что давай, там, вернемся к тому, чтобы делать двуручники, вернемся к тому, чтобы делать флажки, и заниматься, ну, чтобы это шло, знаешь, вот, как от камня брошенную воду, ну, кругами, но с центра, да, чтобы мы вот не где-то там рассасывались, вот, а Женя потом, мне кажется, чуть, находясь уже в этой тусовке, в вашей, он тоже эту идею, как бы, подхватила, он много общался с пацанами, которые ему накидывали примеры, он их перерисовывал, адаптировал, вот, а мне кажется, первая большая, это сразу началось вот с той же зимы, когда мы на Базель, первая домашняя игра 2011-2012 года, вот, когда мы там играли, вот, у нас было Базель, Аякс и Порта, вот, в ряд три игры, мы сначала вот на Базель сделали перв, а народ на Б8 не пришел, потому что, типа, все сели на Б7, потому что мы, типа, написали, что вот на Б8 будет там движуха, вот, а все сели, типа, с краю, чтобы посмотреть, что получится, типа, вот, ну, типа, не замараться, может быть, да, как-то, и я помню, даже ушедший на тот момент из движуха компот написал там, типа, у себя где-то огромную телегу, что, типа, какие вы все, типа, нехорошие люди, что, типа, вам предлагается сделать что-то общее, а вы, типа, идете с краю и смотрите на все это, да, но тогда, типа, вот, мы нарисовали, первый вот этот, ну, баннер, щит, там, крест 19-22, там, ничего такого, по-моему. Он оставил именно вклад, да, то есть он значимая фигура, именно, во-первых, он, это был период, когда, там, фанатизм, он был на пике своего, скажем так, субкультурного, как бы, субкультурная волна такая была, да, модно было все это, и была же борьба, там, перформансов, да, кто сделает красивее, кто сделает круче, да, ну, и, там, когда Женя это делал, был причастен к движу, к перформансам, безусловно, там, у нас был номер один, это всегда, то есть все говорили, там, ну, там, без, без вариантов, то есть оппоненты всегда подтверждали, что, ну, без вариантов у вас круче, конечно, потому, что, ну, реально отдавал душу, и сейчас таких людей нет, к сожалению, да. Женя, слушай, ну, он доказывал всегда своими поступками, своими действиями, и когда человек, ну, многим кому помогал, объективно, там, в плане этого дизайна, да, или чего-то еще, поэтому, ну, насколько я знаю, к нему было всегда положительное и отличное отношение, я даже не вспомню, чтобы кто-то как-то о нем плохо отзывался, я знаю точно, ну, говоря про старших ребят, ну, я говорю, у меня нет такого на памяти, чтобы кто-то, что-то как-то, ну, ровный чувак, ровный чувак, который делает ровную тему. Конечно, гордость была, что вот, у меня вот такой вот брат, и когда я выходила в свою компанию, говорю, а у меня брат-нагад, вот он делает то-то, 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 все-таки, да ладно, я говорю, да, я говорю, это мой брат, это было реально классно, когда ты понимаешь, что вот ты, ну, просто сестра, вот сестра вот такого творческого человека, который умеет, его все знают. Вот, честно скажу, гордость у меня, очень такая большая гордость у меня, я мама. У меня несколько раз уже было таких случаев, ко мне подходили и говорили, а вы спрашивали, вы мама-нагад, вас тетя Юля зовут? Я смотрю, это не мальчики, а вот тоже такие мужчины, говорю, да, вот обнимали, и так, спасибо вам. Вот, это вот несколько раз у меня уже так встречались. И когда даже моя дочь где-то ехала, а, была она в ресторан, уходила, там группа молодых людей, и кто-то там говорит, вот это сестра Нагата, и там встали даже, как, это она сестра, это мама Юли, Нагата мама, вот такие были случаи, мы их не знаем, эти люди, они не тусовались где-то на матчах, они просто знают вот эту интернет, ну, все это смотрят, матчи смотрят, и вот даже такие ситуации были. У меня гордость имела, что у меня такой был сын, даже есть, вот, он, знаете, как будто он куда-то уехал, в другую страну, вот и все. В отношении, там, со всеми были хорошие, но он, как бы, он спокойный, тихий человек был, как бы, он без этого, он особо не так часто тусовался, там, да, опять же, ввиду его болезни, там, да, он не мог там позволить, там, много чего, чем мы могли себе позволить, вот, ну, все понимали, все знали, как бы, скажем так, это никто не обсуждал между собой, но все знали, что у Жени есть определенная проблема со здоровьем, вот, как бы, к нему даже старались с этой точки зрения, как бы, ну, как-то подбадривать его, как-то, там, ну, как-то более, скажем так, подружески относиться к нему. Набери его. Вот, здорово. Ну, вот, ну, на против, сейчас дадем, давайте. Думаю, надо кому позвонить, позвоню Женьку, по-любому, Нагату наберу, потому что мы с ним все темы, вообще все, вот, мы с ним всегда первыми обсуждали. Я позвонил Нагату, я говорю, Жень, как сейчас помню, там, 100 метров до стадиона Химки, где, кстати, снимался первый выпуск дневника фаната, что, кстати, символично очень. Я говорю, у меня вот такая вот, говорю, идея появилась, давай ее покрутим. Он сразу сказал, что это офигенная история, типа, если мы будем показывать, как происходит внутри движухи, все вот эти вот моменты, с разговорным каким-то, там, историей и прочее, прочее, это будет что-то новое, и это, типа, будет идти в плюс движухи 100%. Я помню, пока выпуск не дойдет до идеального, пока ты не вырежешь определенные фразы, определенные, там, моменты, где какие-то, там, некрасивые, на его взгляд, кадры, выпуск в сеть не выйдет, потому что он один из идейных вдохновителей дневника фаната. Я просыпался утром, там, в универ, от него было, там, 33 сообщения, что это, короче, все вообще не так, это полная шляпа, смотреть это, типа, невозможно, нужно все переделать, нужно, там, что-то, короче, отснять, мало что изменилось, вот, но, короче, он меня очень сильно научил, в общем, не делать тяп-ляп дневник, хотя тогда было тяжело, потому что я сам снимал, сам монтировал, опыта у меня как такового не было, но нагад меня очень сильно направлял в нужный вектор. И, собственно, никогда не забуду, и всех сейчас, наверное, перед глазами тот видос, это был второй или третий выпуск, когда мы снимали возле Моллеса, как раз, я говорю, Женя, давай, говорю, тебя попробуем в кадр, типа, поставить. А он очень, короче, такой был стеснительный, типа, стеснительный парень, и это было очень смешно, когда начало стесняться, то есть мы там прям опять с ним взрывались, ржали, я говорю, давай ты будешь в кадре, там, скажи всем привет, там, второй выпуск, говорю, там, паук, по-моему, не мог, и как раз этот выпуск я снимал за кадром, я говорю, я, как бы, ну, тоже не хочу быть в кадре. И, короче, мы, наверное, час стояли возле этого Моллеса, мы не могли, короче, снять стартовую отбивку, и вот этот видос, который мы выкладываем на годовщину, на день рождения его, где он всем привет, ага, ага, и начинаете поугарать, это вот как раз было тогда, и это вот, наверное, единственные кадры, которые снимали за дневника фаната, вот с Женей. И они у меня, то есть, остались в оригинале, на компьютере, знаешь, так со временем понимаешь, что жалко, что мало. Ты снимал именно не на телефон, там, где-то на угарах, а вот каких-то таких моментов, которые можно посмотреть, вспомнить, там, поностальгировать как-то и улыбнуться. Когда Женя уже болел, да, была такая акция, Женя, нагад, мы с тобой, ну, на трибунах уже были баннеры, мы обратились к команде, парни, там, короче, не буду рассказывать всех подробностей, просто первый человек, кто сказал, да, давайте мы это сделаем, был Саша Селихов. Через соцсети, я помню, мы через соцсети как-то заходили, Денис Глушаков не ответил, так будучи капитаном, да, кто-то еще там тоже проигнорировал, и я не помню, то ли кто-то помог нам в итоге к Саше Селихову зайти, то ли Саша Селихов сам в личку нам ответил в Инсте, да? На него вышли через пермских фанатов, что вообще удивительно, у нас ребята, когда ездили в Пермь, познакомились там с ребятами, и, короче, некоторые футболисты как-то нам не то, что не ответили, ну, не знаю, в общем, не буду в это вдаваться, это был Саша Селихов, который в матче в Казани снял футболку, подошел к трибуне, и был в футболке Женя, нагад, мы с тобой. Вот, но Селихов Саня сказал, пацаны, вообще, да, я знаю за эту тему, без проблем, и мы передали ему футболку в гостинице, и он эту футболку надел под свою вратарскую, и в конце матча, ну, когда матч закончился, соответственно, сняв свою футболку, там, игровую кому-то подарив, вот, на нем была красная футболка, красно-белая, да, где было послание к Женьку, вот, и я помню, что его это очень сильно тронуло, то есть он, ну, не потому, что это Селихов, не потому, что это, там, игрок Спартака, а в целом комплексно его затронула тема того, что ребята о нем позаботились и высказали ему поддержку. После чего были уже известны всем фотографии, когда клуб летел в самолете домой, все, там, встали с этой футболкой, и клуб очень сильно это поддержал. Женя, конечно, охерел, он сразу позвонил, говорит, вы что, типа, вы что творите, там, зачем это надо, типа, успокоил, короче, он, знаешь, он ругался, он очень сильно ругался на эту тему, но, так сказать, мы, как друзья, мы не могли это пройти стороной, и, типа, ну, мы понимали, что морально, даже, наверное, если не для него, но для его мамы это вообще, типа, это очень дорогого стоило. Футболки, по-моему, Женя, держись, и когда это мы увидели, съемки с этими футболками, ох, было слез, как же он плакал, он сначала ругался, зачем они это сделали, ой, сколько было криков, вы не представляете, вот на тебя он сколько кричал, вот, зачем, а потом, говорит, нет, я говорю, Женя, это же правильно, это правильно, должны знать, люди помогут, тебе это, какой стимул. Ну, после этого он, конечно, взялся в работу днем и ночью. В то время, когда был сбор средств для Жени, я, собственно, занимался тем сбором, откликнулись, ну, все там, вплоть до, там, все и оппоненты, и, ну, естественно, все Женю знали уже тогда, мы, ну, это был, причем, не первый сбор, потому что мы сперва у него были какие-то, там, всплески, там, собирали, там, на лечение, потом уже, когда выявилось, что там все плохо, мы уже масштабные какие-то сборы начали собирать, там, да, со всех организаций, потом с каждого, и с движи другие помогали, вот, какие-то благотворительные матчи мы устраивали, по-моему, там, вот, даже мерч какой-то мы делали, что-то такое, да, ну, денег собирали мы много, да, но, там, затраты тоже, я, по-моему, были большие, ну, сотни тысяч, по-моему, мы собирали на Жене, да. Когда был этот чемпионский сезон, 17-й год, как я вам память не изменяет, он тогда еще делает баннеры, и каждый за баннер, лежа на кровати, на телефонах сидел, очень нервничал, а потом, когда начался матч, ну, конечно, приготовили все уколы, мы были на уколах, ему очень было плохо, потому что нервничал за свою работу, и как игра будет, он же тогда хотел поехать, но не получилось, что совсем было ему плохо, и мы с этими уколчиками, он у меня бегал из комнаты в комнату, из комнаты в комнату, и прыгали мы, конечно, здесь, что выиграли. Перенервничал, как всегда, потом сутки лежал, но счастье было, он плакал, когда все это выиграли, когда все это показали, вот мы тут все плакали. То есть символично, что он ушел, увидев Спартак чемпионом спустя очень долгие годы, хотя он, там, наш ровесник, даже чуть постарше, вот, естественно, он помнит, там, и Титова, Тихонова, там, 90-е, 2000-е, но если мы говорим про вот это вот длительное ожидание каждого из нас, это мы сейчас уже говорим, а, Спартак, там, 6-7 лет назад был чемпионом, да, вот, тогда это было, там, 15-16 лет, вот, и, конечно, я думаю, что, как бы это странно не звучало сейчас из моих уст, но я думаю, что где-то он боролся с этой болезнью, в том числе и потому, что хотел увидеть Спартак чемпионом. Поэтому, как говорится в лозунге «Фратри» «Спартак навсегда» Женя был единым вдохновителем «Фратри» в том числе, и я думаю, что он сквозь годы, сквозь свою жизнь этот лозунг пронес «Спартак навсегда», и я думаю, что сейчас, если где-то он на нас поглядывает сверху со стороны, конечно, там и «Спартаку» достается, и дневнику фаната, но в целом, я думаю, что связь эта и непрекращаемая. Вся болезнь протекала, мы всегда были рядом, мы приезжали с ребятами домой, помогали, ну, то есть, свой долг исполняли, так скажем. Поэтому, конечно, когда я там с тетей Юлей мотался с его документами уже, так скажем, финальный год, с врачами, когда врач говорит, там, такие не очень приятные вещи, ну, правдивые, да, на то он и врач, ну, это был шок, как тетя Юля об этом сказать, как чего, да, было очень тяжело. С Лехой, да, Усачевым мы тоже тогда очень плотно уже общались, он тоже, ну, как раз с тетей Юлей был на связи, так как Женя, да, работал там на благо магазина «Фратрия». Ну, и в итоге у нас был выезд в Екатеринбург, мы очень классно потусовались в огоньке, прилетев в Москву на следующий день, позвонила мама, сказала, что у Жени случилась, в общем, неприятная история, и он в больнице. Если мы говорим о ситуации, которая сформировалась там в последние месяцы жизни Жени, да, то, наверное, это ситуация, которая так или иначе, рано или поздно касается каждого. Все мы взрослеем, и какие-то мероприятия, там, детские, юношеские, они перерастают в мероприятия взрослые. И так или иначе в нашу жизнь приходят и не только веселые моменты, да, то есть мы знаем, что такое смерть близких, мы узнаем, что такое похороны, мы узнаем, что такое годовщина и так далее. Вот, и одно дело, я сейчас хочу, чтобы все правильно поняли мой посыл, да, одно дело, когда ты ребенком сталкиваешься с тем, что, например, там из жизни уходит бабушка или дедушка, да, там, которые тоже являются своими очень близкими людьми, и, наверное, немного другое, когда начинают уходить из жизни твои ровесники, твои друзья, с которыми ты там плечом к плечу долгое время провел. Вот, и я помню, что для нашего состава, для нашей вот команды, скажем так, да, это было очень непростое время, когда мы, можно сказать, в какой-то степени даже дежурили у Женька дома, то есть по возможности мы приезжали вечером, помогали маме. Ну, я не буду какие-то детали раскрывать, потому что это, ну, не очень, наверное, приятно слушать, вот. Но это учит тебя, наверное, быть каким-то более взрослым, более сознательным и более сильным. Если бы не Женин и друзья, я не знаю, где мы были бы, я бы не справилась одна. Так как муж умер, у нас больше никого не осталось. Вот, и сейчас Спартак нас держит. Я помню, хорошо, на самом деле, очень это дежурство, когда мы списывались в чате в едином, там, пацаны, кто может вечером, кто может утром, там, нужно помочь, там, в туалет сходить, помочь до кухни дойти, покормить, там, и такие какие-то моменты. Вот, это, наверное, такое, да, очень сильное впечатление оставляет. Вот, и, типа, последняя наша с ней встреча была, когда как раз-таки случился приступ, мы приехали, Фил Кудрявцев приехал первый в больницу, я захожу в приемное отделение, и последнее, что я вижу, это по коридору едет врач, идет рядом Фил, Женя на каталке в лежачем положении, и все. Ну, и рано-рано утром, на следующий день, мне приходит сообщение, что Женя умер. Соответственно, мы сразу приехали к тете Юле домой, и тетя Юля мне рассказала о том, вот эти все подробности, что эта информация, что ему там после первого приступа говорили, в общем, она мне призналась, все, сказала, что я молчала специально. И я после этого, знаешь, как, так ее, наверное, еще сильнее вряд ли мог зауважать, потому что у нее уважение огромнейшее, но, ну, да, я прям, я обалдел. После чего был матч на открытие, где как раз-таки был флаг, баннер, Женя Нагат, заряд трибуны, и, ну, в общем, и вот так вот история, она, знаешь, она не закончилась, эта история, она продолжает жить, его идеи продолжают жить, и даже то, что мы сейчас снимаем, это, это дань памяти. На самом деле стоит сказать о том, что мы с Женьком очень сильно переживали по поводу всей этой истории, потому что за полгода до того, как с Женей это случилось, вот, у меня из жизни мама ушла, вот, и он был одним, наверное, из главных людей того времени, который мне с этой утратой помогал. То есть у нее тоже была болезнь, она тоже долго болела, лечилась, и он очень сильно со мной все это переживал, очень сильно помогал, потому что он понимал, что, ну, это такая болезнь, от которой не застрахован никто в нашей жизни, вот, и я помню, что мы тогда очень с ним сблизились, это была осень 2018 года, Женя ушел весной 2018 года, вот, и мы за эти полгода с ним очень сблизились, в том числе и на этом фоне, на печальном фоне, да, то есть как-то наша дружба еще сильнее крепла, он очень сильно мне помогал тогда и морально, и, там, организовывал какие-то сборы среди фанатов Спартака, вот, и в дневнике фанатов в том числе, вот, и я просто помню, что это были такие полгода сложные с точки зрения того, что осенью 2017 года это был один человек, а, условно говоря, там, в марте, в конце февраля 2018 уже совершенно другой, к сожалению, болезнь взяла свое, и он, ну, прям, визуально, конечно, угас, вот, это очень плохо, и я помню, прям, как мы приезжали к нему домой и все равно продолжали шутить, когда, естественно, на фоне болезни он, там, расширился, да, там, и болезнь, и, там, и кушал все подряд, да, хотя не разрешал врач, вот, ну, мы, как бы, помогали ему в этом, и вот, я ему сказал, братан, не-не-не, ты все равно не станешь самым толстым в банде, типа, все равно есть я и Колян, короче, ты нас точно не догонишь, и он тоже, как бы, с юмором на все это отвечал, вот, короче, старались до последнего шутить, несмотря на все те беды и невзгоды, которые нас касались, вот, в это время, Женек, конечно, с гордостью и с достоинством этот путь прошел. Ой, вот то, что произошло Жене, то, что нам дал Спартак и дает Спартак, мы этим жили, живем, на эту помощь, вообще, вот эти моральные поддержки, эти друзья Женькины, мы этим и живем. Внук уже знает, уже не видел Жене-то, вот это дядя Женя. Тут все эти, что Спартак, с кем-то же знает, что я Спартак, мы с ним ходили на матчи, вот. Так что, ну, все же сейчас Спартак до конца с нами. Когда он умер, это была такая вот потеря лично у меня, потому что, ну, как так, это был самым родным моим человеком. Я не понимала, что дальше делать, как вообще, как двигаться, потому что настрой, вот, ну, постоянно он мне давал. А тут, когда вот раз, и человека нету, и ты понимаешь, что у тебя, у самой как-то такая вот жизнь не очень-то хорошая, и думаешь, блин, вот сейчас, на данный момент я каждый раз говорю себе, как жалко, что тебя сейчас, на данный момент, нет. Ну, я бы много чего исправила. Я понимаю, что есть ребята, которые помогают, которые, ну, я могу позвонить, мама может позвонить, но это не то. Это вот друзья, это понятно, да, они помогут ему. А вот когда самого человека нету, и понимаешь, когда к нему я могла подойти и сказать, Жень, вот у меня такая-такая ситуация, маме с отцом говорить нельзя. Он говорит, окей, мы сейчас решим, все. Нет, это глупости, а время не лечит. Надо просто в каком-то движении, то эта боль утихает. Когда ты остаешься одна со своими мыслями, то это очень тяжело. Это все ерунда, что время не лечит. Это сын. Был бы кто-то чужой человек, а это сын, это очень тяжело. Что такое Спартак для Женя? Я вот не склонен верить во всю эту нумерологию и прочие там натальные карты, как сейчас модно говорить, да. Но если даже мы возьмем элементарные даты, вот, то Женя не мог себе позволить уйти из жизни в день рождения Спартака. Вот, и то, что эти даты так рядом, я думаю, что это о многом говорит. Безусловно, там многие люди там уходят из жизни болельщики Спартака там не в апреле, и это не говорит о том, что они никак не связаны. Но если мы говорим сейчас про конкретного человека, я думаю, что это прямая связь. Вот, и когда Спартак в 17-м году становился чемпионом, я думаю, что Женя и Женя организм, и Женя вот эта сила, они ждали этого. Спартак для Нагата, можно даже сделать такой пример, обыграть это слово, словосочетание, что, наверное, Нагата для Спартака, да, последние годы, да, что Женя делал, потому что тоже чемпионский сезон, начало десятых годов, когда там в Химках были классные перформансы, это все давало Спартаку бежать вперед, выигрывать, там, как итогом это стало чемпионство, что, знаешь, логично. Спартак стал чемпионом, и Женя этого дождался. Для него Спартак, для него, наверное, была часть его души, он жил им, для него это было, даже описать я не могу, это вот часть его души, и он постоянно с ним, Спартак с ним, он с ним, и вот это постоянно его мысли, что-то надо там с вещами где-то доделать, это постоянно они там с мамой ругались, что-то там не так сделали, как-то неправильно эскиз на футболке набили. Для него это вот было колоссальная частичка. Спартак для Жени, это была, как бы, его жизнь, по сути, да, это была его работа, это было его, это было его увлечение, то есть это практически все было для него, то есть он без движа, как бы, практически ничем, как бы, не занимался, то есть он полностью был вовлечен в процесс, либо это работа, либо это помощь движу, так или иначе. Но мне кажется, Спартак для Жени, это перестало быть чем-то таким сакральным, и это расценивалось уже как какая-то, наверное, площадка, можно так сказать, то есть ему трибуна была важнее, чем Спартак уже в какой-то момент, может быть, как для нас всех, то есть ни для кого не секрет, и это нормально может быть, да, что и сейчас, приходя на трибуну, знакомясь, мы становимся ближе просто друг к другу, и нам сохранять связь с друг другом становится важнее, чем приходить и болеть за Спартак. И, наверное, вот эта движуха стала в какой-то момент важнее, чем результаты клуба, наверное, так. Но движуха, но клуб ему дал эту движуху и дал ему друзей, которые его помнят. Ой, мне сложно сказать вообще, если появится ли кто-то прям подобный такой человек на долгие годы. Что-то нет, всегда вот я вот знаю, да, там за последние годы кто-то появляется, но не столь продолжительный, то есть Женя даже там во время болезни, он очень долго все равно как бы оставался в этой всей движухе, да, он все равно как-то это двигался, интересовался, что происходит там у врагов, что происходит там у нас, там у своих обычных ребят, все равно интересовался даже те парни, которые, ну, как бы идут в движуху, но еще не в движухе, да, такой просмотр, скажем так, вот, что там, чем они интересуются, чтобы это как-то повлиять, вот. Ну, были, понятное дело, тоже какие-то, знаете, у него там ответвления там, что он там какой-то там какие-то свои проекты там по работе может начали появляться, что там с одежды какой-то, еще что-то, но он все равно как бы это возвращался, что-то переносил, который все равно положительно влиял на движухи. В Жене, конечно же, большой вклад, это прекраснейшие перформансы, которые до сих пор очень многие люди, я думаю, что могут видеть, они им нравятся, они их там кайфуют от этих перформансов, это, ну, какие-то еще моменты, там, они, может быть, более мелкие, чем там перформансы, да, но, конечно, это большой вклад. Это же со школы, наверное, все, вот Спартак для него, он всю жизнь, он не изменял Спартаку, всю жизнь был в Спартак смысл жизни его, во всем вводе, и в спорте, и после болезни Спартак для него был, это смысл жизни, да, он работал и жил ради него, Спартак ему дал, работу дал, друзей, все было, это Спартак все было для него, земля, планета для него, воздух для него был этот Спартак, да, на самом деле, детство как-то быстро пролетело, А когда все это случилось, то он полностью влез головой в этот Спартак. Он дышал этим Спартаком. И мы вместе с ним. И сейчас до сих пор. Ну да, он насчет этого. Такие шикарные всегда подарки делал. Что ты, что мне, что ты. У меня никакой подарок. Да, нет. Банда. Смотри, что там есть, я всегда с недовольным лицом. Помнишь, там дам, у меня такая жесть. А сейчас тут плохо, сейчас таких нет. А один в один у меня есть фотка. Сейчас таких нет. Ты слышишь, что он со мной сидит. В основном, Боня у нас с мамой хорошие фотографии. Хорошие, это когда вот всегда Женя с Настей. Больше мне бы семья в это доставала. Что было? Вас, кстати, не сильно бесило, когда мы начали тусоваться активно? Когда мы с Женьком сюда приходили, помните, приезжали ночевать даже после какого-то застолья? Я думаю, это не надо вспоминать. Просто интересно, как вам? Типа, не сильно это просто злило, что он начнет пропадать? Все это хорошо, он должен был везут. А что он дома сидел? Ну, по-моему, какого-то. Женька, яич, день рождения был, 29 лет, вам подсказывают, что уже не помню. Мы решили ему сделать коллаж с фотографией. Знаете, типа, когда ожидание и реальность, короче. Но все равно получилось. Главное, душевный, на память. Собрали карточки, где мы там всей нашей тусовкой в банке матраса притусовались. Было прикольно, да. Что-то еще самое забавное. Была презентация фильма около футбола. Мы поехали на эту презентацию фильма, потом, естественно, поехали в какой-то кабак. Все это закончилось. Первое, это мы какой-то огнетушитель где-то, короче, подрезали. В центре Москвы, его, короче, начали там распылять, типа пиротехника, весело, короче, было. Также у нас было пару варсавских огней, тоже ходили по Москве, зажигали. Сейчас, конечно, я вообще боюсь представить, что мы такое можем исполнять. Но тогда это было молодость, дерзость, азарт, огонь в глазах. Короче, это матч памятное Тихонова. Мы с Женей были на беговой дорожке в Лужниках, тоже фоткались. Это турнир памяти, когда тоже с серым приезжали. Это одна из первых фотографий на нашем новом стадионе в «Спартаке». Типа короче, было весело. Были веселые времена, как говорится. Раньше были времена, теперь мгновения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...